всех приветствую на своем канале по вязанию меня зовут лена в этом видео мастер-классе я покажу как связать вот такой джемпер для девочки на возраст 4 5 лет на рост примерно от 104 до 110 сантиметров вязала я его в три цвета так как у меня были остатки пряжи от различных проектов я решила их объединить вот такой в один если вы будете вязать одним цветом вам понадобится три мотка вот такой пряжи ализе меди это 170 грамм в 100 метрах по составу это 25 процентов шерсть 75 процентов акрил достаточно такая толстенькая ниточка и совершенно не колючая вязала я на спицах 5 и пять с половиной по остаткам сколько у меня было чуть больше 100 грамм мятного и больше 100 грамм розового цвета примерно по 130 грамм 110 вот так и вот эта полоса примерно до 30 грамм у меня ушло белого цвета код пряжи я укажу чуть ниже чтобы на него не отвлекаться и давайте сразу перейдем непосредственно к рисунку и как я вязала его как я уже говорила это реглан снизу то есть без таким бесшумным методом он связан по кругу и давайте сразу по плотности здесь 15 петелек на двадцать три с половиной ряда 10 на 10 сантиметров набирала я по кругу на спицы номер пять вязала резиночку 1 на 1 примерно около трех с половиной четырех сантиметров у меня восемь рядов было и затем перейдя на спицы пять с половиной я начала распределять петли смотрите вот этот сектор из вытянутых петелек он у меня идет как на спинке так и спереди симметрично он у меня начинается мы ведь начинаем вязать перец двух изнаночных вытянутая лицевая 2 изнаночные вытянутая лицевая 2 изнаночные и и этот сектор одинаков и в конце и в начале спинки единственное отличие на спинке я не вижу косичку то есть у меня здесь идет сплошная лицевая гладь вытянутая лицевой очень легко обязательно просто провязываем лицевую петельку на ряд ниже в нечетных рядах в четных рядах мы просто вяжем обычную лицевую петлю далее у меня идут по таких вот два сектора окружают мою косичку из лицевых петелек сразу хочу сказать если вы хотите связать на размер побольше просто а все вот эти лишние как петельки если их будет больше вы просто распределяете вот в эти лицевые то есть также начинаете сектора с вытянутыми петельками заканчиваете им коса также неизменно остается я подпишу как я распределяю рисунок и просто все лишние петельки либо наоборот прибавляем сюда либо если вы вяжете на размер поменьше просто убираем отсюда ну здесь на спинке все легко и просто в зависимости от того больше или меньше вы вяжете размер либо прибавляете либо наоборот убираете эти лицевые петли то есть вот с такой центральной косой вообще очень легко регулировать размеры и подбирать нужный для вас вот давайте перейдем к косе я сразу объясню по схеме смотрите первый ряд он меня состоит из прибавочек то есть первый ряд он как бы является установочным и вот эту косу в 16 петелек мы вывязываем как бы из 10 петелек я делаю по 6 прибавочек на косу так как вот это косичка она достаточно так хорошо стягивает наше полотно вот этот узор у меня уже выложен на других моих каналах по вязанию надзене и вконтакте все ссылочки я оставлю также под видео затем мы вяжем до пройм постепенно меняя цвета по моему я меня в 35 51 ряду вот этот розовый цвет я обязательно добавляю до пройм можно даже сменить его и после но ни в коем случае не во время когда мы только-только начинаем вывязывать проймы это сделать достаточно будет тяжело так как у нас будут здесь и убавочки и может быть очень заметно это все сделано после того как мы вяжем джемпер до проймы мы откладываем его и начинаем вязать рукава в рукавах я не стала делать вот эту третью полосочку то есть у меня здесь только мятный и розовый цвет связан рукавчик лицевой гладью также мы вяжем резиночку на спицах номер пять и основную лицевую гладь на спицах пять с половиной делая постепенно прибавочки 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 в каких рядах я также укажу все подсказки оставляю под видео сразу хочу сказать даже если я где-то говорилось видео либо забыла что-то сказать вы всегда можете почитать мое описание всего хода работы я оставляю это на всякий случай если кто-то может заботиться при моих объяснениях затем самый главный момент после того как мы связали с вами рукава и джемпер до проймы убираем на проймы по 4 петли и в первом ряду когда мы начинаем соединять все детали в начале и в конце рукава я ввязываю по 2 лицевые то есть вот у меня остается на рукаве 44 петельки я вижу 2 изнаночных в начале затем 40 лицевых и заканчиваю рукав двумя изнаночными это мне нужно для того чтобы вот сохранить вот этот вот сектор с вытянутыми петельками и с помощью первой и последней петли вот в этом секторе я и делаю убавочки очень легко и просто мы просто провязываем лицевую и изнаночную вместе постепенно у нас лишь уходит как вы видите лицевая гладь и мы почти вплотную подойдем с вами косе и после этого начнем уже распределять наши петельки на поворотные ряды для вывязывания ростка всего у меня будет по 3 поворотных точки на рукавах то есть у нас на спинке добавится с вами 6 рядов то есть выше будет спинка выше переда на 6 рядов затем мы это все с вами провяжем я также подробно расскажу как сделать распределить поворотные точки даже если у вас другое количество петелек это я также объясню видео это по моему уже будет у меня вторая часть и вот эту косичку обязательно когда начинаю вывязывать резинку вот эти 6 прибавленных петелек я убавлю то есть также получу первоначальное число 10 петелек вот этих лицевых вот это такое у меня самое обязательное условие вязание а сам узор достаточно простой здесь встречается всего лишь два вида перекрещивания петелек сначала мы делаем два раза одинаковых и в серединке мы делаем другой чуть-чуть перекрещиваем между ними лицевые ряды присутствует то есть достаточно простое быстрое вязание но косичка очень такая симпатичная получается затем мы вяжем с вами воротник закрываем воротник можете связать на любую высоту это может быть и стойкой даже полноценный свитер чтобы был воротник с отворотом и закрываем любым удобным для вас способом я люблю вот этот эластичный способ с помощью накидов затем мы с вами сшиваем проймы петля в петлю и так как у нас здесь встречается изнаночная лицевая гладь здесь можно сшивать любым способом я сделала с помощью таких вот лицевых петелек вот вот наверное и все что я хотела вам рассказать более подробное вы в описании конечно найдете под видео и конечно в процессе вязания я все буду вам подробно объяснять если вам понравился такой джемпер готовим ниточки готовим спицы и приступаем к вязанию на одну спицу номер 5 мы будем набирать 108 петелек плюс одна дополнительная для замыкания в круг то есть общее количество 109 петелек набираю я не сильно затягивая ниточку самым обычным способом после того как мы набрали нужное количество петелек распределяем их по спицы смотрим чтобы косичка у нас нигде не переворачивалась и после этого замыкаем в круг петельку с левой спицы снимаем накидываем на нее петельку справой и возвращаем ее назад подтягиваем ниточки и вяжем резиночку один на один чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная первый ряд мы провязываем полностью все петельки за переднюю стеночку после того как мы провяжем первый ряд обозначаем начало вязание маркиручком и продолжаем вязать резиночку теперь лицевую я вяжу за переднюю стеночку а изнаночную провязываю за заднюю стеночку то есть петельки мы провязываем всегда за правую стеночку петли я провязала резинку на высоту 8 рядов это около четырех сантиметров примерно три с половиной четыре сантиметра теперь мы меняем спицы на номер пять с половиной и приготовьте еще маркирочек дополнительной чтобы отметить начало спинки это нужно просто для удобства для нашего по узорам так как смотрите у нас будет по центру узор и плюс еще небольшие участки из вытянутых петелек по бокам которые затем уйдут в проймы это я уже все покажу до видео в видео обзоре когда буду рассказывать как я вязала и как будет выглядеть наш джемпер итак смотрите что здесь самое главное это знать из скольки петелек мы будем вывязывать центральную косичку центральная косичка у нас состоит вот если не считая изнаночных петелек из 16 петелек 16 петелек мы будем вывязывать из 10 то есть будем делать в первом ряду 6 прибавок вот далее и от косы у нас будет еще по плюс 2 изнаночных то есть 10 плюс 2 плюс 2 14 петелек как вы помните у нас общее количество 108 петелек это значит 54 петли на спинку и наперед 54 минус 14 у нас получается 40 петелек то есть 40 петелек у нас будет до косы 40 петелек после из этих 40 петелек 8 по 8 петелек у нас уйдут на такие небольшие участки с вытянутыми петельками они будут выглядеть симметрично что в начале что в конце и между вот этими участками с вытянутыми петельками и до центральной косы у нас остается с вами по 12 лицевых сейчас мы с вами все будем вязать вместе по рисунку также для косички нам понадобится затем дополнительные спицы итак мы начинаем с вами вязать с 2 изнаночных петелек затем вытянутая лицевая вытянутую лицевую я буду сразу вязать с первого ряда то есть я лицевую провязываю не со спицы опускаюсь на ряд ниже и вывязываю в петлю которая располагается на ряд ниже далее снова 2 изнаночных и снова вытянутая лицевая даже если у нас попадает на изнаночную петлю ничего страшного также опускаемся на ряд ниже и вывязываем лицевую петельку и этот участок из 8 петелек у нас заканчивается двумя изнаночными 1 2 3 4 8 петелек дальше мы вяжем 12 лицевых причем петельки после резинки мы вяжем так если это лицевая мы провязываем за переднюю стеночку если это изнаночная мы вяжем за заднюю стеночку независимо от того какую петлю мы вывязываем вяжем 12 лицевых как я говорила и вот мы дошли до центральной косы по узору у нас идут 2 изнаночные затем 2 лицевые 1 2 и прибавочка прибавку можете делать самым удобным для вас способом я здесь свяжу с помощью протяжки то есть одеваю протяжку на спицу и провязываю ее скрещенной лицевой затем лицевая прибавка лицевая прибавка лицевая прибавка лицевая при бабочка лицевая и после вот этой 3 прибавки у нас тут три лицевые 1 2 3 и снова прибавка лицевая прибавка лицевая прибавка и одна лицевая и теперь давайте пересчитаем вот у нас две лицевые и дальше у нас должно получиться с вами 16 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть из десяти петелек мы с вами получили 16 и сделали вот эти 6 прибавок и заканчиваем центральный узор косички двумя изнаночными петельками затем все идет симметрично 12 лицевых и участок с вытянутым петельками как я говорила все симметрично то есть две изнаночных вытянутая лицевая просто лицевую вывязываем на ряд ниже снова 2 изнаночных вытянутая лицевая и заканчивается у нас перед двумя изнаночными петельками и теперь давайте отметим начало нашей спинки маркиручек лучше взять отличный от маркера начала и спинка на спинке у меня центральной косы не будет то есть мы с вами вяжем 8 петелек это наш участок с вытянутыми петельками то есть 2 изнаночных вытянутая лицевая 2 изнаночных вытянутая лицевая и заканчивается этот участок вытянутыми лицевыми теперь все остальное до конца не доходя 8 петелек мы вяжем с вами лицевыми петельками то есть это как бы наш участок 12 лицевых 14 лицевых и 12 лицевых так если это все прибавить 24 плюс 14 получается 38 петелек провязываем лицевыми после того как мы вязали 38 лицевых заканчиваем участком с вытянутыми петельками 2 изнаночных вытянутая лицевая 2 изнаночных вытянутая лицевая и заканчивается спинка и получается первый ряд двумя изнаночными второй ряд во втором ряду мы с вами вяжем 2 изнаночных и вот это вытянутая лицевая мы вяжем обычной лицевой то есть лицевую на ряд ниже мы провязываем только в нечетных рядах это получается 1 3 5 и так далее а в четных 2 4 6 и так далее мы вяжем просто лицевую со спицы далее идет участок из 12 лицевых и доходим с вами до центральной косички центральная коса будет в четных рядах теперь выглядеть одинаково это 2 изнаночных 16 лицевых так как мы сделали теперь с вами прибавочки лицевые мы провязываем просто за переднюю стеночку после 16 провязанных центральных лицевых мы с вами вяжем 2 изнаночных и до конца переда у нас с вами остается 12 лицевых и 8 петелек это наш участок такой с вытянутыми петельками еще раз напоминаю вытянутые лицевые в четных рядах мы просто провязываем как обычную лицевую со спицы ничего здесь не меняется спинку я вам уже показывать не буду также у нас идет участок в начале в конце спинки по 8 петелька с вытянутых лицевых и по центру остается 38 лицевых и встречаемся уже с вами в третьем ряду третий ряд от резинки у нас также начинается с двух изнаночных и вытянутая лицевая так как это у нас нечетный ряд мы ее вывязываем эту лицевую на ряд ниже снова 2 изнаночных вытянутая лицевая заканчивается участок нашу 8 петелек далее мы вяжем 12 лицевых до косы и косичку мы с вами провязываем просто по рисунку то есть видите здесь нет никаких скрещиваний это значит 2 изнаночных 16 лицевых и 2 изнаночных после того как мы провязываем с вами вот этот центральный участок с косой перед у нас заканчивается также двумя двенадцатью лицевыми 8 петелек это наш участок с вытянутыми петельками не забываем их вязать на ряд ниже и спинка точно также по 8 петелек с вытянутыми лицевыми по краям спинки и центральной 38 лицевых мы провязываем по рисунку четвертый ряд мы вяжем абсолютно идентично то есть все то же самое за исключением только вытянутых лицевых вытянутые лицевые мы просто будем вязать петли со спицы но это я уже останавливалась на этом моменте то есть на ряд ниже мы провязываем только в нечетных рядах и встретимся уже с вами в пятом ряду и так 5 ряд смотрите от начала ряда я уже провязала участок с вытянутыми петельками где мы вяжем лицевые на ряд ниже и участок 12 лицевых я дошла до центральной косы и у нас теперь начнутся перекрещивания мы вяжем 2 изнаночных и вяжем вот эти два перекрещения по 8 петель как это сделать у меня подробно и написано будет схема будет размещена на моих каналах по вязанию цене и контакте я вам сейчас покажу как это сделать 4 лицевые мы снимаем перед работой на дополнительную спицу и вяжем следующие 4 лицевые затем провязываем наши снятые петельки затем повторяем этот момент то есть 4 лицевые снимаем перед работой вяжем следующие 4 лицевые теперь провязываем лицевые с дополнительной спицы заканчивается узор наш центральной двумя изнаночными петельками и снова мы вяжем участок из 12 лицевых участки из вытянутых петелек спинку я уже показывать не буду там все легко и просто то есть лицевые петельки у нас ограждены в начале и в конце также участками с вытянутыми петли петельками шестой ряд шестой ряд у нашей центральной косы никак не меняется то есть это также остается всегда как я говорила в четных рядах 2 изнаночных 16 лицевых 2 изнаночных только будьте чуть внимательнее чтобы петельку провязывать за петелькой и у вас ничего не не возлетало после вот этих манипуляций со скрещиванием так как петельки вот в данном участке лежат достаточно туговато вот с непривычки можно что-то упустить и затем мы вяжем с вами 7 8 9 и 10 ряд от резинки просто участок с лицевыми петельками здесь с участками с вытянутыми лицевыми я уже объяснила не один раз я думаю достаточно понятная я надеюсь что я объяснила и у вас это не вызовет затруднений вот а я еще раз покажу смотрите это был 5 ряд от резинки мы сделали скрещивание потом мы вяжем 6 ряд по рисунку то есть ничего здесь не меняя просто провязав 16 лицевых по центру также мы вяжем эти 16 лицевых в 7 8 9 и 10 ряду то есть на схеме указаны только нечетные ряды четных само собой мы вяжем все по рисунку и так как у нас идет круговое вязание поэтому у нас ничего с вами не меняется а мы с вами уже встретимся в 11 ряду и у нас будет с вами еще одно перекрещивание итак я дошла до 11 ряда от резиночки теперь у нас будет с вами очередное скрещивание я уже остановилась непосредственно на центральном узоре провязав все участки с вытянутыми лицевыми вяжем 2 изнаночных вот эти 2 изнаночных затем провязываем 4 лицевые 1 2 3 4 и затем у нас будет скрещение 8 петелек только чуть-чуть по другому то есть теперь 4 петельки мы снимаем с вами за работу оставляя и вяжем следующие 4 лицевые теперь провязываем снятые петельки и до конца косички у нас остается снова 4 лицевые и 2 изнаночных вот в принципе и весь узор дальше смотрите 12 ряд от резинки мы вяжем просто лицевыми то есть провязываем их также 16 лицевых затем 13 14 15 16 ряды это просто лицевые то есть скрещивание у нас будут через каждые 6 рядов то есть они будут чертоваться как только мы провяжем 14 ряд мы переходим с вами на третий ряд то есть вот этот первый ряд мы провязали только один раз то есть раппорт узора у нас идет с 3 по 14 ряд сделали перекрещивание связали четный ряд далее 4 ряда вяжем просто лицевыми затем повторяем наши первое перекрещивание вот они 1 2 где мы оставляли с вами петельки перед работой и снова после того как сделали перекрещивание провязали четный ряд и затем еще 4 ряда просто лицевой гладью и снова повторяем вот это перекрещивание когда по центру когда мы убираем 4 петельки за работу и снова вяжем затем лицевые ряды так мы вяжем до проймы вот я думаю все здесь достаточно понятно перекрещивание не так много они просто будут у нас постоянно чередоваться через каждые 6 рядов если так считать смотрите вот раз потом после этого 2 это черный ряд 3 4 5 6 и снова перекрещивание 1 2 3 4 5 6 и снова перекрещивание вот и все наверное что я хотел вам показать рассказать не забываем про участки с вытянутыми лицевыми что мы вяжем на ряд ниже лицевую только в нечетных рядах в четных мы провязываем просто лицевую со спицы вот и продолжаем пока с вами вязать у меня провязано 34 ряда от резинки плюс резиночка 8 рядочков то есть общее количество провязанных рядов 42 в этом ряду я буду делать смену нити по схеме у меня начинается вот будет вот это перекрещивание но это не суть важно на каком ряду вы будете делать это вы также можете вязать полностью и однотонным ваш джемпер я просто покажу как сделать это чтобы не было заметно смена нити вам она шла без ступеньки менять я буду в начале ряда просто беру и провязываю новым цветом вот этот ряд он по счету получается у меня 35 и после того как мы провязали один ряд новым цветом вот снова у нас начало ряда это была первая петля нового цвета и и я просто переснимаю не провязывая нить за работой и вязать уже начинаю со второй петли петли вот и все вот эти ниточки потом временно под завяжу и затем спрячу все кончики ниточек видите никакой ступеньки у нас не образуется будет потом не заметно вот это соединение итак я провязала джемпер на высоту если считать от резиночки 54 ряда на последних четырех рядах также в начале ряда я сменила цвет еще раз то есть несколько четыре рядочка последних я провязала другим цветом теперь не 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 довязываю две петли до конца 54 ряда то есть две петельки в начале в конце ряда и две петельки в начале следующего мы снимем с вами на проймы но пока мы этого делать не будем это уже более подробно я покажу когда начнем соединять детали а сейчас просто мы откладываем наше вязание в сторону и приступаем к вязанию рукавчика один рукавчик я уже провязала как вы видите здесь я использовала два цвета также меняла первый раз нить на уровне в 35 ряду единственное отличие это смена нити у меня происходит в лицевых рядах и там чуть-чуть такая небольшая еще будет вставочка как это поменять в лицевых петельках и как сделать при бабочку вот потому что она у нас там выпадает очень близко к смене сейчас на спице номер пять бирюзовым цветом мы с вами набираем 33 петли то есть 32 петельки у нас уйдут на резиночку и одна петелька будет дополнительная также набираю я самым обычным способом не сильно затягивая нить после того как мы набрали все петельки и распределяя вот таким вот образом делю петли на три части у меня образуются вот такие два ушка и мы объединяем все по кругу петельку мы также снимаем с левой спицы набрасываем на нее петельку справа и спица и возвращаем петлю назад и начинаем также вязать резиночку один на один чередуя лицевую и изнаночную петлю провязывая все петельки в первом ряду за переднюю стеночку во втором и последующих рядах мы провязываем лицевую за переднюю изнаночную за заднюю стеночки и также вяжем резинку то есть манжет нашего рукава на высоту 8 рядов затем мы будем менять спицы на пять с половиной я провязала резиночку на высоту восемь рядов сменила спицы на номер пять с половиной и теперь мы будем вязать лицевой гладью при этом мы в первом ряду лицевой глади сделаем с вами с при бабочку первый раз я прибавку буду делать в изнаночные петельки посмотрите каким образом вяжу первую лицевую затем подхватываю изнаночную петлю на ряд ниже то есть задушку провязываю ее и только затем провязываю лицевой со спицы это первая прибавочка вторую прибавку я сделаю в конце ряда все остальные петельки при этом я провязываю лицевые и не дойдя до конца ряда при бабочку можно сделать предпоследнюю изнаночную либо в последнюю изнаночную я сделаю в последнюю то есть также подсыпаю нижнюю дужку у петельки провязываю ее и зачем вижу петлю со спицы все на этом мы с вами сделали при бабочки теперь общее количество петелек у нас 34 петли теперь мы вяжем также второй ряд просто лицевыми и затем встретимся с вами в седьмом ряду мы я покажу как делать другие при бабочки которые мы будем уже делать на протяжении всего рукава у меня начинается седьмой ряд от резинки и теперь я сделаю при бабочки также у меня их будет 2 1 в начале другая в конце ряда прибавку я буду делать в первую петлю и в последнюю первую петельку провязываю со спицы затем подсыпаю дужку петли которая располагается чуть ниже и вяжу ее теперь я довязываю до конца ряда оставив не провязанными последнюю петлю я дошла до конца ряда и теперь при бабочка будет последнюю петельку теперь сначала мы подсыпаем нижнюю дужку одеваем на спицу провязываем ее и только затем я провязываю петельку с самой спицы все теперь мы сделали при бабочку еще в две петли и теперь петелек у нас на спицах 36 при бабочек мы с вами будем делать два раза через каждые шесть петелек два раза через восемь и два раза через десять петелек подсказки в каких рядах мы это все будем делать я оставлю под видео а мы уже прибавки будут идентичные то есть прибавка в первую в последнюю петельку а мы уже с вами встретимся в тридцать пятом ряду я покажу как сделать смену нити при лицевом при лицевых петельках и потом как провязать при бабочки потому что здесь они почти будут вплотную идти на соприкосновение двух цветов всего у нас при бабочек с вами будет так в общем мы будем увеличивать рукав до сорока восьми петелек последнюю прибавку у нас получится так что мы сделаем с вами в пятьдесят седьмом ряду всего от резинки мы с вами провяжем 60 рядов я провязала 34 ряда от резинки это мой уже 35 ряд начинается как я говорю я буду вводить новую ниточку бирюзовую я уже отрезала и так же как и в ситуации на джимпере 1 ряд мы просто провязываем за переднюю стеночку ввязывая по кругу и когда начнется следующий ряд 2 он же но это я не виду 2 по смене цвета он же 36 по счету мы просто первую петлю вот так переснимаем не провязывая не теперь за работой и продолжаем вязать уже со второй петли и так получается что в тридцать седьмом ряду мне надо снова делать прибавление и смотрите если я буду подсыпать дужку а вот у этой петли получается что бирюзовую нить я подниму чуть выше это будет не симпатично я теперь прибавку делаю просто у второй петли при этом первую петельку я провязываю а вторую я делаю при бабочку и сначала я делаю прибавку чтобы она была ближе к первой петельке а затем только провязываю петлю и в конце этого тридцать седьмого ряда прибавку я уже делаю как обычно сначала делаю при бабочку провязывать последнюю петельку далее вяжем тридцать восьмой ряд и так далее по счету у меня следующий при бабочка будет сорок седьмом и пятьдесят седьмом ряду всего у меня будет 60 рядов от резинки и также как и на джемпере я не буду довязывать последние две петельки затем я отрежу нить но достаточно длинную для того чтобы сшить потом наш наши вот эти петельки которые мы снимем на проймы способом петля в петлю нить где-то оставляйте сантиметров 20 вот а мы с вами уже потом встретимся на соединение всех деталей когда-то вяжем оба рукавчика и начнем все соединять единое полотно